Цифры не врут, однако и факты штука упрямая. Помните старую шутку о том, как у Пети было 10 яблок, а у Вовы не одного? В итоге у обоих у них было 5 яблок. Похоже, по такому же сценарию живут и граждане Молдовы в последнее время. О том, почему зарплаты некоторых граждан превышают прожиточный минимум в 30 раз, а заработок других практически не достигает этого минимума, мы расскажем сегодня. Совсем недавно общественность будоражила информацией о том, сколько получают сотрудники Национального агентства по регулированию в энергетике. Так, проект бюджета агентства на 2015 год, который был утвержден Молдавским парламентом, предусматривает сокращение зарплат руководства Национального агентства по регулированию в энергетике на 15 тысяч леев. С 75 тысяч до 60. Документ предусматривает, что каждый из пяти представителей Совета директоров не может получать заработную плату, превышающую среднюю по учреждению. Около 15 тысяч леев. Также в СМИ появилась новость о том, что на ближайшем заседании парламента будет внесен законопроект, предусматривающий снижение зарплат директоров НРЭС с 50-60 тысяч леев до уровня среднего дохода по экономике. Однако даже такие дискуссии могут стать оскорблением для обычного молдавского работника или пенсионера, для которых такие суммы являются заоблачными. Об установленном на сегодняшний день прожиточном минимуме мы узнали у начальника Департамента социально-экономической защиты Анны Молдаван. В этом году в первом полугодии прожиточном минимуме 1725 леев всего населения. Но если брать, как мы работаем, больше всего с работающим населением, около 1800 леев. Рассчитывается в отдельности для работающего населения, для пенсионеров, для детей. Для детей, да, и в зависимости, где они проживают, в городе или в сельском местности. По данным профсоюзов, средняя заработная плата в сентябре 2015 составила 4695 леев, что немного превышает показатели прошлого года. Однако, учитывая падение стоимости национальной валюты, этот рост не только незначителен, но и вовсе обесценивается. Очевидно, что гражданам Молдовы не хватает той зарплаты, которую они получают. До нормального существования люди требуют повышения зарплаты до следующего уровня. Я думаю, если бы рублей 3000, хватило бы. Я могу сказать, что мне на данный момент хватает, наверное, 5-6 тысяч в месяц. Много. Тысяч, 6-7. Ну, нормально, все относительно. Ничего больше, тебе лучше. Больше 10, наверное. Для нормальной жизни мне мои зарплаты недостаточно. На первый взгляд, средняя заработная плата по стране кажется приемлемой. Но она высчитывается с учетом самой высокой и самой низкой зарплаты. На фоне информации о заработках сотрудников НАРЭ, фактически эти показатели становятся нерелевантными. Мы спросили у Анны Молдован о том, почему существует такая сильная дифференциация в доходах обычного сотрудника и начальства. В реальном секторе большая деференциация, потому что на основании закона об оплате труда они сами устанавливают свои системы оплаты труда. Большая деференциация по сравнению с руководителями может быть в 10 раз, бывает даже и в 50 раз. Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель, который президент Молдовы Николай Тимофти наградил орденом республики, согласно молдавскому законодательству должна получить ежемесячное пособие в размере 500 леев. Оно предусмотрено для обладателей госнаград и выражается в надбавке к пенсии. Если так пойдет и дальше, то будет пора учредить орден республики за желание выжить. За него без сомнения сможет побороться большая часть населения нашей республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова